Когда в Казахстане было такое, чтобы глава государства выступал с экстренным телеобращением к народу из-за паводков? Собственно, эти линии тогда еще не было, ведь нынешняя природная катастрофа, вероятно, самая крупная по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. С другой стороны, обращение Касанжемар Татокаева казахстанцам – это четкий сигнал из первых уст, что к государствам предпринимаются все возможные усилия, и что все материальные потери будут компенсированы. После президентской критики правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы МВД, Национальной гвардии, армии, КНБ. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме. Большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует. Мы эту ситуацию исправим, подчеркнул глава государства. Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в 10 регионах. Территориально это больше половины страны. В области, где самая сложная обстановка, отправились вице-премьеры. Они будут оставаться там и курировать местные работы до нормализации ситуации. Накануне в Атараусской области экстренно эвакуировали больше 28 тысяч жителей города Кульсары. Там затоплено почти 70% территории. Две недели здесь готовились к паводкам, но поток оказался слишком большим. Теперь власти опасаются, что вода пойдет и в областной центр. Чтобы отвезти ее, начали взрывать сельскохозяйственные плотины, корректируя русло реки. Подавляющее большинство водохранилищ в западной, северной и центральной частях страны заполнены до предела. Но поступление влаги не прекращается. В северо-казахстанской области под угрозой сейчас 262 населенных пункта. Времени до прихода большой воды у нас от 7 до 8 дней. Как известно, переливы на Сергейском водохранилище сейчас составляют более 3 метров. Однако ожидается, что будет поставлен, мы называем это антирекорд, порядка 4 метров возможен переливы. Придет гораздо больше воды, чем в 2017 году. Пристальное внимание сейчас и Кустанайской области. Казгидромет прогнозировал, что в местные водохранилища прибудет 700 миллионов кубов воды. А уже поступил миллиард. Каратамарский приемник переполнен. Это значит, что подтопить может города и села вдоль Табола. При малейшей угрозе для людей проводят организованную эвакуацию. Обращаясь к гражданам, пострадавших от наводнения, хочу заявить. Ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы. Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба. Разъясните его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Чтобы помочь пострадавшим, президент поручил разбронировать государственный материальный резерв. Это нередовая мера, которая подчеркивает как серьезность ситуации, так и решительность властей. Для Кустанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актрюбинской, Атраусской и Североказахстанской областей из государственного материального резерва по состоянию на 7 апреля текущего года разбронирована 51 единица специальной автомобильной техники, в том числе экскаваторы, автомобиль, вахтовые, грязовые помпы, автосамосвалы, дополнительно палатки и постельные принадлежности на 15 400 человек. В целом по стране пока остаются подтопленными порядка 3000 домов и свыше 1000 дачных участков. Кульсары, двое мужчин, без ведома спасателей, собрались на тракторе съездить осмотреть состояние дома, но по пути перевернулись в кювет и погибли. На неделе казахстанцам не раз звучали призывы не игнорировать слова спасателей, а также предупреждение властей. Любое промедление с эвакуации или излишняя самонадеянность могут дорого обойтись. Что касается имущества в затопленных районах, то там дежурят полицейские и нацгвардия, чтобы не допустить мародерства. К слову, нынешний потоп мог нанести еще больше вреда, однако усилиями местных властей спасателей удалось не подпустить воду к 135 населенным пунктам. На выходные выпали пока что самые масштабные события паводков 2024. Однако и в рабочие дни хватало разного. Тем более, что за любой цифрой статистики скрываются конкретные человеческие истории. И очень важный вывод, который можно констатировать уже сейчас. Перед лицом общей угрозы, дерзкого вызова, серьезного испытания, казахстанцы проявляют сплоченность, неравнодушие и отвагу. Светлана Пенькова следила за ситуацией. За эту неделю покинуть свои дома пришлось десяткам тысяч казахстанцев. Чаще всего эвакуацию проводили заблаговременно. Но некоторых пришлось увозить, когда вода уже пошла в активную атаку. В Таньшинском районе Североказахстанской области основное тайне началось именно на этой неделе. А с учетом того, что снега зимой выпало в два раза больше нормы, вода пребывала с большой скоростью. Еще больше становится. В Актюбинской области на неделе прорвало вторую дамбу – Магаджанскую. До этого не выдержала напора Щербаковская плотина, которую отремонтировали только в прошлом году. Как такое оказалось возможным, теперь будут разбираться борцы с коррупцией. Всех людей из этих районов перевезли в безопасные места. Как разместили, проверил Аким области, поговорил с людьми, постарался морально поддержать. Поскольку большинство эвакуационных пунктов находятся в школах, для детей организовали занятия прямо на местах. Дети обеспечены учебниками, учебными принадлежностями. Дети, которые находятся в пункте, они в 7.30 после завтрака перешли, сразу здесь учителя их приняли по кабинетам. Процесс пошел. В самой западной области страны, помимо собственных талых вод, большую угрозу представляет сброс водохранилищ соседней России. По трансграничным рекам весь этот огромный объем придет в нашу страну. По примерным прогнозам, большой воде на это понадобится дней 10. Но уже сейчас в регионе разлились местные реки Урал, Дирку и Чаган. Ситуацию президент оценил лично, когда экстренно прилетел в область. Мы все понимаем, что это природное явление. Значит, произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния, глубокое промерзание земли с образованием ледяной корки, затем и потепление, осадки, которые привели к обильному снеготаянию. И, к сожалению, в текущем году все эти обстоятельства, эти факторы сработали. Не будем обсуждать, насколько акиматы, а также центральные органы были готовы к этому развитию событий. В принципе, на эту тему мы уже на специальном совещании говорили. В принципе, нам нужно извлечь уроки, потому что все это будет повторяться, может быть, в меньшем объеме, но будет повторяться. Сложившуюся ситуацию глава государства обсудил с эвакуированными жителями, поддержал их и выслушал. У грейдера высота 2 метра, дамба вокруг села 2,5 метра в высоту, а вода прошла поверх. Мы не успели даже вещи взять, скот остался. Но спасибо, жителей перевезли в безопасное место, люди целы. Не было времени на роптание и у жителей села Талапкер, что близ столицы. Воду с полей ждали, она приходит каждый год, но такого объема, как в этом, еще не было. Акиматы местные жители среагировали молниеносно, работали в тандеме со спасателями. И когда я увидела вот этих почти 200 мужчин, у меня всякий страх отпал, я знала, что мы справимся. Со всех сторон, с каждого дома несли нам мешки, с каждого дома нам, получается, кто что мог, несли и у ДЧС брали, и у Акиматы. Еще благодаря тому, что у нас подрядчики, которые дороги нам прокладывают, мы у них взяли вчера инертный материал, это дресва, мы взяли песок. То есть нам это все в помощь, подрядчики дают бесплатно. Сейчас уровень воды снизился примерно на 30 сантиметров по сравнению с тем, что было ночью. Но по прогнозу специалистов, влага еще прибудет, тайне снега в степи продолжается. Поэтому курсанты, МЧС и военные не останавливают процесс набора песка в мешки. Вечером к ним присоединятся местные жители. Они установят дежурство по всему периметру движения воды и в случае прорывов будут сразу же закрывать заранее заготовленным материалом. Прошел пик паводков в Карагандинской области, на юге Костанайской и на части Актюбинской. Воду из домов откачали, теперь надо высушить все то, что впитало в себя влагу. Но жители не унывают. Сейчас стою, а у меня уже нога мокрая. Ну хорошо, хоть так не видно. Спасибо, что за нас так переживают. Оказывают нам помощь. Да, конечно, ситуация не очень такая хорошая, но что теперь делать? Начали работу и комиссии по оценке ущерба. А жители, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подают заявление на единовременную выплату. Должна быть справка с департамента ЧС и должно быть заключение штабной комиссии. В районах, где паводок пошел на спад, президент поручил следить за эпидемиологической обстановкой, потому что погибло много скота. Хотя спасатели изо всех сил старались сохранить жизнь всем. К сожалению, стремясь спасти других, герои порой сами оказывались абсолютно беззащитными. В Западной Казахстанской области наши два спасателя стояли на берегу реки и переправляли людей с одного берега на другой берег на лодке. И к ним приходят двое местных и начинают лезть, драться. И в этот момент один из них понзает нож. Жизни этого спасателя сейчас уже ничто не угрожает. Отвага, с которой работают в эти дни и службы ЧС, и военнослужащие, и другие силовики, восхищает всех казахстанцев. Хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто в данный момент спасает население в регионах, которые страдают от паводков. Мы вам очень благодарны. Даже если вы спасете единственную жизнь, это очень почетно. Спасибо вам огромное. Вместе мы сила. Президент пообещал, что участвовавшие в спасении будут награждены. Но это, конечно, потом. А сейчас надо решить первостепенные задачи. Восстановить дороги, мосты, дома. Чтобы процесс шел быстрее, глава государства поручил разработать типовые проекты. По примерным подсчетам на каждый новый дом уйдет порядка 22 миллионов. Построят даже тем, у кого жилье было не оформлено на фактических хозяев. По кредитам пострадавшим предоставлены отсрочки и для граждан, и для бизнеса. О готовности помочь финансово уже заявили многие предприниматели. Перечисляют миллионы тенге. Каждый день лепту вносят и простые граждане. В разных городах с их помощью собраны сотни тонн продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. То, что акиматы и профильные ведомства оказались не готовы к паводкам, официально констатировал президент. Пока идет борьба с водой, принимать кадровые решения не стал, но предупредил о прямой персональной ответственности по итогу. Прогнозная работа полностью отсутствовала. Впоследствии масштаба бедствия, даже с учетом погодных условий, могли бы быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались. Предупреждение о том, что в этом году будут ощутимые паводки, акиматы получали отказ гидромета еще с декабря. Как тогда произошло, что мы не знали, что вот придет вода со степей? Ну, скажем так, почему не знали, это было ожидаемо. Мы предупреждали об этом, что у нас почва мерзлая, что у нас глубокое промерзание, у нас вода не будет питываться. То есть вы не говорите им, что придет такой объем воды? Мы только можем предположить, что у нас ожидается высокое половодие. Сказать именно, где кто кого будет топить, мы, к сожалению, сейчас еще не умеем. Нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с Министерствами экологии, водных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации, будь это паводки, пожары и прочее, составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий. Говорить прямо, не надеясь, что все все сами поймут, проанализируют и решат, что делать. Похоже, нужен именно такой подход. А еще надо построить больше водохранилищ, чтобы отводить туда все излишки и использовать потом в течение летнего периода в сельском хозяйстве. И, конечно, все это невозможно без компетентных специалистов. Причем на всех уровнях. От простого аналитика-гидролога до руководителя региона или госоргана. Светлана Пенькова, Жарко Найгабасова, Ликте Сумаров, программа «Аналитика». Еще один момент, на который Космужемар Токаев обратил внимание во время телеобращения, это информация. Представителям штаба поручено постоянно и всесторонне сообщать о текущей ситуации, принимаемых мерах. И они это делают. А лидеров мнений и блогеров президент призвал не распространять слухи, домыслы, разные непроверенные данные, чтобы не сеять ненужную панику. Сейчас очень важны единство и сплоченность. Продолжение следует...